В Казанском университете прошла встреча ректоров педагогических и классических вузов. В рамках визита в течение текущей недели у вас будет возможность познакомиться с Казанским федеральным университетом, а также, как нам кажется, с уникальной системой подготовки учителей, которая в нем за эти последние годы сложилась. Новая мутация ковид действует агрессивно и непредсказуемо. Как вирус сворачивает фестивали и угрожает здоровью? Она более заразна, чем предыдущие варианты. Собственно говоря, это явилось той особенностью, которая очень была быстро поддержана естественным отбором и позволила этой новой версии распространиться в популяции. Казанский университет – это не только ведущий образовательный центр России, но и один из старейших вузов, каким он был в годы войны. Это уже был большой вуз. Из них 1198 комсомольцев. Половина комсомольцев пришли на фронт. Это, считай, где-то 560 человек. Половина партийной организации – это где-то 48 человек. Без партийных. Я так понимаю, что из Казанского университета ушло в первые 2-3 года от 720 до 800 человек. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Анастасия Попова. В зале попечительского совета состоялась встреча ректоров педагогических вузов и классических вузов, реализующих программы педагогического образования России и стран СНГ. В мероприятие принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Фактически сегодня мы являемся единственным вузом в Восточной Европе и стран СНГ, входящим в число 100 лучших университетов мира в предметной области education, образования и одновременно осуществляющим массовую подготовку учительских кадров. В Казанском федеральном университете стартовала приемная кампания 2021. Документы в Казанский университет можно подать онлайн двумя способами – через портал Госуслуг Российской Федерации или портал Казанского университета, а также принести их в приемную комиссию лично или прислать курьерской службой. Все интересующие вопросы можно задать по номеру телефона 8 843 206 50 95. Когда это закончится? Новая мутация ковид действует агрессивно и непредсказуемо. Как вирус сворачивает фестивали и угрожает здоровью – смотрите в сюжете. Инфекционисты обеспокоены поведением мутации коронавируса. Врачи и ученые пытаются предсказать, не вызовет ли новая версия ковид очередную вспышку пандемии. Она более заразная, чем предыдущие варианты. Собственно говоря, это явилось той особенностью, которая очень была быстро поддержана естественным отбором и позволила этой новой версии распространиться в популяции. Появление новых вариантов неизбежно. Мы можем с этим лишь смириться и попытаться контролировать этот процесс. Новая тактика коронавируса в последний момент сворачивает целые фестивали. Одним из самых обсуждаемых событий стала отмена «Дикой мяты», которая должна была пройти с 18 по 20 июня в Тульской области. Пользователи соцсетей отреагировали на это следующими комментариями. «У нашей семьи с этим фестивалем особая любовь. Мяту отменили, когда мы уже были в Туле. В полночь лежа в маленьком отельчике, я плакала и не знала, как сказать об отмене своим мирно сопящим ребятам». Самая большая потеря для нас – это то, что наши дети, это почти 60 детских групп, весь год готовились к этому событию и не смогли выступить. Новость о вынужденной отмене фестиваля ночью за несколько часов до начала программы потрясла всех. В прошлом году это уже принесло команде существенные финансовые потери. Просто представьте, что у вас отменилась свадьба на 12 тысяч гостей, а деньги вам ни за что не вернут. Отмена массовых мероприятий приводит к экономическим потерям. Однако куда страшнее кажется число возможных жертв. По словам врачей, старые методы лечения уже не работают, а скопление людей провоцирует распространение коронавируса. Одним из самых действенных методов предупреждения новой волны остается вакцинация населения. Она же станет возможным пропуском на другие летние фестивали. Особой подготовки не требуется. Главное, чтобы не болеть, чтобы не было острых состояний, температуры. Самое главное, чтобы человек не болел ковидом в этом сезоне. И если сдавал антитела, чтобы не было высоких антител. То есть прививаются лица, не болеющие коронавирусной инфекцией, в принципе, за этот период времени. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу. Улица Вишневского, 2А, запись по телефону 233-30-00. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча педагогического состава с профессором Гиссонского университета, литературоведом Института германистики Карстеном Ганзелем. Между двумя университетами в Германии, городе Гиссене и Казанским университетом заключен партнерский договор. В рамках этого проекта существует возможность для взаимных визитов коллег из Гиссена в Казань и коллег из Казани в Гиссон. Профессор Карстен Ганзель не в первый раз посещает Казань и непосредственно представляет университет в Гиссене. 22 июня – День памяти и скорби. Этот день – начало Великой Отечественной войны. Именно в этот день, ранним летним утром 1941 года в 4 часа, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. О том, какую роль сыграл Казанский университет в годы войны, расскажем в следующем сюжете. 22 июня 1941 года, когда студенты готовились к последним экзаменам, пришло страшное известие о начале войны. Сразу же после сообщения вероломного нашествия фашистской Германии на Советский Союз, на митинге в общежитии университета была принята резолюция. Студенты Казанского государственного университета заверяют партию и правительство о своей полной готовности по первому их зову до последней капли крови защищать честь и свободу социалистической Родины. Мы готовы выполнить долг патриотов и на трудовом посту, и в битвах на фронте. Мы никак не можем определиться с цифрой, а сколько ушло из Казанского университета, я вам говорил об этом. Но если посмотреть, что накануне войны было 2000 студентов всего лишь, это уже был большой вуз. Из них 1198 комсомольцев, половина комсомольцев ушло на фронт, это считай где-то 560 человек. Половина партийной организации, это где-то 48 человек, беспартийных. Я так понимаю, что из Казанского университета ушло в первые 2-3 года от 720 до 800 человек. Начавшаяся война внесла коррективы во все сферы жизнедеятельности университета. Основным документом, отразившим порядок перестройки учебного процесса, стало письмо наркомпроса РСФСР от 1 июля 1941 года. Эвакуированных расселяли в студенческие общежития и в дома сотрудников. Когда говорят про эвакуацию, обычно говорят про академиков, членов корреспондентов, 39 или, в лучшем случае, про около 2000 научных сотрудников. Хотя, на самом деле, чтобы понять эту историю и, собственно, историю с питанием в том числе, нужно понимать, что это было около 5000 человек. То есть это не только научные сотрудники, но и члены их семей, и знакомые. И все эти люди приехали сюда. И их надо было где-то разместить, их надо было чем-то кормить. Собственно, вот Юрий Шмидт справился с этой задачей, насколько это было возможно. Что делал, собственно, Шмидт, что делал университет и государство? Ну, конечно, первое всего, это карточки. Карточки выдавались на месяц, собственно, карточки выдавались на день. Иногда выдавались дополнительные карточки, так называемые УДП. Студенты это переводили как «умрешь днем позже». Также студенты-аспиранты занимались разгрузкой-погрузкой, работали на полях колхозов и совхозов, убирали снег со взлетной полосы аэродрома, кололи дрова и многие были мобилизованы на фронт. Казанский университет выражает дань уважения памяти героям, ковавшим победу на фронте и в тылу, чтобы сказать спасибо тем, кто ценой своей жизни спасал Родину от фашистских захватчиков. С 2015 года Казанский университет проводит традиционный студенческий марш победы, в котором участвуют студенты, преподаватели, сотрудники КФУ во главе с ректором университета Ильшатом Гафуровым. За коротким, но емким словом победы стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжкий труд в тылу нашего народа. Канун празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне руководством Казанского университета было принято решение установить дополнительные 103 мемориальные плиты на Аллее Славы в ректорском садике университета. Там начертаны именно 458 участников войны, которые были студентами, преподавателями и сотрудниками университета. Ученые, сотрудники, студенты и преподаватели университета внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией. Мы чтим память каждого и благодарим их за героизм, стойкость и мужество, проявленные перед лицом войны. Энджи Минебаева, Универ Ньюз. На этом все. В студии была Анастасия Попова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!